Привет, друзья! Плотная конкуренция побуждает производителей повышать качество бытовой техники. Просматривая ассортимент холодильников, можно решительно заявить, что рынок перенасыщен. Многочисленные компании с завидным постоянством выпускают новые модели этой техники, привлекая низкой ценой и обещая качество. Но на поверку эти обещания нередко оказываются ложью. Недостаточно проницательный покупатель вынужден отсылать холодильник в гарантийный сервис, если гарантия вообще предусмотрена, и гневно, стуча по клавишам, публиковать обличающий отзыв в интернете. Итого варианта только два. Играть в лотерею с малоизвестными производителями, репутация которых, мягко говоря, сомнительная, или покупать товары распиаренных брендов, заведомо переплачивая, но получая уверенность в качестве. Впрочем, есть еще один выход – внимательно изучить характеристики и цены, а также мнение покупателей через сеть и от этого уже плясать. Анализ отзывов через авторитетные отзывики, поиск выгодных цен на агрегаторах, сравнение параметров техники из одной ценовой линейки – на все это требуется свободное время, а им располагает не каждый. Редакция MyGadget сделала эту работу за вас. Мы провели комплексный анализ рынка и составили рейтинг самых надежных холодильников. Но для начала давайте все-таки разберемся, на что стоит обратить внимание при выборе, чтобы потом не кусать локти. Разные холодильники размораживаются по-разному – вручную, через капельную систему или через систему No Frost. Если вы когда-то пользовались холодильником с ручной разморозкой, наверняка вам знаком ужасающий шлейф запахов и смеси лежалых продуктов, от которого не избавиться без тщательного мытья внутренних поверхностей. Довеса к этому при размораживании на полу вокруг холодильника образовывается лужа, что крайне неприятно. Капельная разморозка предполагает конденсацию, истекание и не в специальные резервуа с последующим испарением. Пол у холодильника не превращается в болото, но неприятный запах все-таки появляется, поэтому санобработка нужна. No Frost – это продуманная система динамического холода. Вентилятор обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, а когда компрессор останавливается, и не оттаивает, и испаряется бесследно. Разморозка холодильника в Snow Frost не требуется, а производители в один голос твердят, что им этих не нужно, но тут уже все зависит от того, как им пользоваться. Если хранить копченое мясо или селедку прямо на полке без упаковки, то никакой динамический холод не поможет. Дребезжание гула вибраций – это недостатки, которые свойственны старым холодильникам и некоторым поддержанным моделям с изношенным мотором-компрессором. В большинстве моделей уровень шума составляет не более 40 дБ, что эквивалентно негромкой речи. Но есть также оборудование, шумность компрессора, в котором не превышает и 36 дБ. Если вы чутко спите и просыпаетесь от малейшего шороха, выбирайте холодильник, который сдаёт как можно меньше дБ, но учтите, что почти всегда за этот бонус приходится переплачивать. Вместительность холодильной и морозильной камеры – один из самых важных критериев выбора. В среднем для семьи из 3-4 человек хватает холодильника объемом на 300-320 литров. Но помимо общего объема, обратите внимание на вместительность холодильной и морозильной камеры. Если любите делать заготовки и замораживать овощи, советуем выбрать модель с объемом морозилки не менее 100 литров. Большинство холодильников, выпускающихся сегодня, соответствуют классу А по энергопотреблению, что характеризуется как высокий индекс энергоэффективности. Но здесь есть тонкость – энергопотребление двух рефрижераторов соответствующих классу А может быть разным. По нашему мнению, некоторые производители холодильного оборудования, понимая, что узнать реальное энергопотребление можно только экспериментально, указывают более привлекательные для покупателя цифры. Если вы оценивали энергопотребление своего холодильника опытным путем и заметили несоответствие, обязательно напишите об этом в комментариях и не забудьте указать производителя и модель. Что еще учесть при выборе самого надежного холодильника? Помимо всего прочего, при выборе холодильника обратите внимание на такие критерии. Во-первых, габариты, чтобы он помещался на подготовленное место. Во-вторых, на гарантийный срок. Обычно дают год гарантии, но бывает и больше. В-третьих, наличие управляющей панели. Это не обязательно, но расширяет возможности эксплуатации. И в-четвертых, дизайн и цвет, чтобы холодильник вписывался в концепцию интерьера. Несомненно, на выбор влияет и цена, поэтому мы собрали топ-5 надежных холодильников из разных ценовых линеек. Ознакомившись с рейтингом, вы непременно найдете модель, которая устроит вас по всем параметрам. Bosch KGN39VL1MR – это хороший холодильник для дома с системой No Frost объемом 315 литров. На холодильную камеру отведено 221 литра, на морозильную 94 литра. Заявлено энергопотребление 383 кВт в год. Гарантия 3 года. Модель имеет удлиненный корпус в 200 см и довольно небольшую ширину в 60 см, что упрощает поиск места для установки. На верхней двери есть индикатор с кнопками для настройки температуры и переключения режимов. Наружная поверхность выполнена в серебристо-сером цвете, что в сочетании со строгим дизайном гармонично дополняет помещения, оформленные в стиле хай-тек и минимализм, а также хорошо смотрится в любом другом интерьере, где превалируют светлые тона. При всех достоинствах холодильник Bosch KGN39VL1MR занял пятое место только по одной причине – из-за уровня шума, достигающего 42 дБ. Если вы чувствительны к фоновым звукам, лучше проходите мимо, дальше будет альтернатива. Четвёртое место – Indesit EF18. Холодильник с классическим белым корпусом объёмом на 298 литров, из которых 223 литра холодильная камера и 75 литров морозильная. Высота холодильника – 185 см, а ширина – 60 см. Заявленное энергопотребление – 363,5 кВт в год. Indesit EF18 – это недорогой надёжный холодильник с системой No Frost. Несмотря на то, что производитель даёт всего один год гарантии, отзывы покупателей говорят о том, что безремонтная эксплуатация превышает этот срок. Главный недостаток этой модели – малый объём морозильной камеры. Создать запас на долгое время 75 литрами не получится. Модель Samsung RB30J3200F – неплохой вариант для всей семьи. Общий объём составляет 311 литров, из которых 213 литров – холодильная камера и 98 литров – морозильная камера. Заявленное энергопотребление – 280 кВт в год, а гарантия – 1 год. Корпус выполнен в бежевом цвете. При падении солнечного света на поверхность создаётся впечатление, что её фактура меняется. Этот холодильник хорошо впишется в интерьер, оформленный в светлых тонах. Samsung позаботились о клиентах с чувствительным слухом, снизив уровень шума до 39 дБ. Мотор-компрессор можно услышать только тогда, когда он набирает обороты. В остальное время холодильник работает бесшумно. Значимых недостатков у этого холодильника нет. Единственное, что можно здесь указать – это относительно высокая цена. Атланты XM6025-031 – это бесспорно лучший из бюджетных холодильников для всей семьи системой разморозки No Frost, который можно сегодня приобрести. Вместительность составляет 354 литра. Из них 225 литров холодильная камера и 129 литров морозильная. Заявленное энергопотребление – 380 кВт в год. Гарантия на этот холодильник – 1 год. Главное достоинство Атланта – большой объём холодильной и морозильной камеры. Тихая работа, если верить отзывам, то, несмотря на заявленные 40 дБ, работает тише многих аналогов. И мощный компрессор, обеспечивающий быстрое охлаждение продуктов. Недостаток – не очень прочный пластик на ящиках морозильной камеры. Ещё можно отметить бедную комплектацию, но с учётом цены это вполне оправдано. К тому же, все недостающие компоненты можно подобрать через каталог деталей сборочных единиц МКО КДС. Возглавил наш рейтинг двухкамерный холодильник Do Cooling Plus LG GA-B509SMHZ общим объёмом на 384 литра. Холодильное отделение на 277 литров, а морозильное на 107 литров. Гарантия на это устройство – 1 год, плюс расширенная гарантия 10 лет на компрессор. В этой модели используются передовые разработки решений LG. Инверторный линейный компрессор позволяет контролировать температуру с точностью до плюс-минус полградуса. Расположение панели холодного воздуха в верхней части холодильной камеры обеспечивает равномерное охлаждение. Технология Fresh Balancer позволяет поддерживать оптимальную влажность с учётом особенностей хранящихся продуктов. Ячеистая структура крышки ящика для овощей и фруктов задерживает конденсат, что гарантирует оптимальную влажность для их хранения. Уровень шума составляет 36 дБ ниже, чем у любого другого холодильника из этого рейтинга. Обнаружить какие-либо недостатки в этом холодильнике нам не удалось. Если вы готовы выложить 38-40 тысяч рублей за холодильник, то смело покупайте эту модель. К нам не единожды обращались с вопросом, как выбрать надёжный однокамерный холодильник. Подробную консультацию по этому поводу вы можете получить на сайте в разделе «Вопросы эксперту». Здесь же мы лишь вкратце расскажем об одном из лучших компактных холодильников Бирюса 108. Общий полезный объём составляет 115 литров. Снизу две холодильных полки объёмом на 88 литров, а сверху морозильное отделение на 27 литров. Уровень шума стандартный 40 дБ, гарантия 3 года. Бирюса 108 не оснащается системой No Frost. Для удаления инея из холодильной камеры предусмотрена капельная система, а вот морозилку придётся размораживать вручную. Впрочем, с учётом доступной цены это вполне оправданные жертвы. К тому же для дома эту модель вряд ли кто-то станет покупать, так как объём маловат. А вот для сезонного пользования на даче или для офиса – в самый раз. Цены на все вышеперечисленные холодильники будут в описании к этому видео. Если приняли решение покупать холодильник, для начала хорошо всё обдумайте. Любите ли вы готовить с запасом на несколько дней или даже неделю? Хватит ли на кухне места для установки понравившейся модели? Если оборудование устанавливается в коридоре возле спальни, не будет ли оно слишком шумным? Какая комплектация функций предпочтительной и какой цвет и дизайн оптимален? Ответы на эти вопросы помогут подобрать подходящую модель, но мы при необходимости внесём свой вклад путём профессиональной консультации. Также хотим напомнить, что все интересные обзоры и рейтинги можно посмотреть на сайте mygadget.ru.com. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну а на этом всё. Если этот обзор был для вас полезным, пишите любой комментарий, ставьте лайки, а также не забывайте подписываться на канал. Для нас это будет знаком, что наши старания не проходят даром и вскоре мы порадуем вас новым обзором. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!